Как пост влияет на наш мозг? Существует устоявшееся мнение, что средний человек должен принимать пищу три раза в день, плюс перекусы и напитки. Но правда в том, что такое количество еды не нужно, чтобы сохранять здоровое тело и разум. Компании и производители продуктов питания и лекарственных препаратов активно поощряют чрезмерное потребление пищи в целях получения сверхприбыли. К великому сожалению этих корпораций, здоровые люди, которые занимаются спортом, держат пост, не приносят миллиардной прибыли. Но печальная реальность такова, что многие люди сегодня плохо себя контролируют и едят не только из-за голода, но зачастую лишь ради комфорта и удовольствия. Это ведет к ожирению и многим другим болезням. Пророк, мир ему, подчеркивал, что привычка есть меньше – это действенный способ предотвращения различных заболеваний. Он сказал, нет ничего хуже, чем человек, набивающий свой желудок. Сыну Адама должно быть достаточно нескольких кусочков, чтобы утолить голод. Если ему хочется больше, то должно быть так. Одна треть желудка для еды, одна треть для питья и оставшаяся треть для дыхания. Влияние поста на мозг. Профессор Марк Мэтсон из Университета Джона Хопкинса, глава лаборатории нейробиологии, совместно с Национальным институтом по проблемам старения опубликовал ряд статей, в которых рассказал, что постясь два раза в неделю, можно сократить риск развития получивших широкое распространение болезней Альцгеймера и Паркинсона. Давно известно, что изменение режима питания человека оказывает влияние на функционирование его мозга. Нейробиологи обнаружили, что при избыточном питании работоспособность мозга с высокой долей вероятности ухудшается. Мэтсон заявляет, что пост вызывает целый ряд нейрохимических изменений в мозге. Воздержание от пищи улучшает когнитивную функцию, уменьшает раздражительность и помогает человеку справляться со стрессами. Пост для мозга — это своеобразный вызов. Мозг отвечает качественными изменениями, постепенно приводящими к сокращению риска различных заболеваний. Человек, который постится, заставляет свой мозг увеличить выработку протеина и ускорить рост нейронов и нейронных связей. Благодаря посту улучшается память и способность к обучению, так как он стимулирует выработку кетонов и митохондрий в нейронах — нервных клетках мозга. Пост также укрепляет синапсы, и в отдельных случаях пост помогает генерации новых нервных клеток из стволовых клеток гиппокампа. Пост и восстановление ДНК Профессор Мэтсон также обнаружил, что те, кто практикует пост, располагают большим числом нервных клеток для восстановления ДНК. Пост защищает нашу иммунную систему, поскольку воздержание от пищи помогает стволовым клеткам обновляться, выводя их из пассивного состояния. Пост существенным образом разрушает старые поврежденные иммунные клетки и стимулирует стволовые клетки к образованию совершенно новых, абсолютно здоровых клеток. В 2007 году в американском журнале «Клиническое питание» был опубликован обзор целого ряда научных исследований, посвященных посту. Ученые установили, что пост является эффективным средством против рака, а также болезни сердечно-сосудистой системы. В статье также приводится доказательство того, что в посте есть потенциал к излечению диабета. Совершенно очевидно, что пост улучшает здоровье мозга и его работоспособность, а также целостность клеток во всем организме. Проблема в том, что вы, скорее всего, никогда не слышали о том, чтобы подобные исследования о пользе поста проводили фармацевтические компании или производители продуктов питания. Их мотивы понятны – склонять людей к перееданию, чтобы затем продавать им лекарства для смягчения последствий чревоугодного образа жизни. Однако нам с вами не обязательно потреблять так называемый полноценный рацион каждый день. У нас есть возможность прочесть о пользе поста и воплотить эти знания в повседневной жизни. И в заключении. Со временем наука будет открывать все новые и новые факты, подтверждающие полезность мусульманского образа жизни. Профессор Марк Мэтсон упомянул о серьезных преимуществах поста дважды в неделю, способных улучшить жизнь человека. Для мусульман же пост два дня в неделю – это не что-то новое. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, постился каждый понедельник и четверг, помимо поста в месяц Рамадан. Этой сунной и сегодня придерживаются миллионы мусульман по всему миру, получая пользу, о которой, возможно, даже не догадываются.